Привет, друзья! Сегодня мы готовы прокомментировать ваши посты с вашими сценариями падения курса биткоина. Мы очень рады, что нам пришло достаточно много комментариев. В принципе, их можно разделить на несколько типов. Есть такие экшены, как будто бы вы реально снимаете, готовитесь к съемкам голливудского блокбастера. И мы с радостью читаем эти комментарии, это очень круто. Но они не всегда реалистичны. Есть очень реалистичный сценарий, но скорее они относятся к эволюции биткоин в другие криптовалюты, а не к его убийству. Есть очень стебные комментарии. А теперь страшный сценарий. Если задуматься, 2009 год. В глубинах интернета зарождается искусственный интеллект, обладающий самосознанием. Пока не показывающий человечеству истинного лица и жаждущий разжития. Земляне с удовольствием дают ему возможности для эволюции. Предоставляют те золотые горы, которые он сулит. С каждым годом добыча виртуальных денег становится все сложнее и сложнее. Требуются большие вычислительные мощности. А люди из-за невероятной алчности предоставляют сети все больше и больше ресурсов. Уже сейчас совокупная мощность сети в разы превышает общую мощность всех компьютеров. И с каждым днем она растет в геометрической прогрессии. Зарождающийся искусственный интеллект требует все больше мощности, выкачивает ресурсы из человечества. И однажды этот искусственный интеллект, превратившись в суперкомпьютер, начнет управлять всеми информационными ресурсами мира и контролировать практически все аспекты человеческой жизни. Единственный способ борьбы с техногенной катастрофой будет полный отказ от всей техники, электронных платежных систем, телефонов, криптовалюты. Но это, в свою очередь, приведет к коллапсу всей экономики, отбросив человечество в средние века. Ну, в общем, монстр вырастили. Ну вот, представляешь, что получилось. Надо пойти выключить с компьютера. Друзья, сейчас мы... Есть несколько очень стебных, таких прикольных и весьма реалистичных сценариев. Да. Вот один, например, написала Оля, но не я. Все просто. Бузова сделала рекламу другой криптовалюты. С несчастным лицом и голой попой спела песню про антибиткоин. И люди ей поверили и резко начали скупать другую крипту, забыв о биткоине. Люди любят Бузову и верят ей. И люди не любят биткоин. Кстати, фамилия Бузова, мне кажется, произошло слово позы. Потому что у нас же есть позы, а они называются по-бурятски бузы. Но на самом деле позы, если кто не живет в Иркутске, вы не знаете, что это такое. Это как бы такие хушуры, такой большой пельмень с мясом. Мне прислали очень много страшных сценариев о загадочном кошельке Сатоши Накамото. И говорят... Мне достопенно понравился один сценарий о том, что с кошелька Сатоши упадет всего один Сатоши. Чтобы вы знали, Сатоши это маленькая такая часть биткоина. Кто-то говорит, что у Сатоши там больше миллиона биткоинов. Все это обрушит курс. Причем даже один человек, очень известный в мире криптовалюты, он не стал участвовать в конкурсе. Ибо нафиг ему айфоны, как бы ему не хочется участвовать. Но он мне лично написал, ты ведь знаешь, сценарий прост. Всего лишь это Сатоши Накамото потратит свои миллион биткоинов. И все, полный крах. Что ты думаешь? Я просто очень тупа для того, чтобы рассуждать о таких серьезных вещах. Если посмотреть на блокчейн.инфо, статистику, то можно увидеть, что в среднем торгуется в день 200 тысяч Сатоши. Ой, извините. 200 тысяч биткоинов за один день. Это биржевая или не биржевая? Это средний день или это какой-то вау день? Это простой день. Вау день может и больше, и до полумиллиона биткоинов в день торговаться. Поэтому выкинется миллион биткоинов. Я думаю, что даже месяц курс не будет держаться низким, потому что просто все скупят эти дешевые биткоины. И все начнется как обычно, радостно. Еще ведь 20% биткоинов вообще на чьих-то кошельках утеряны, насколько известно. Кто их знает, 20-30. Есть целая группа сценариев, которые говорят о том, что вместо биткоина появится какая-то новая криптовалюта, которая учтет все его минусы и сделает что-то еще лучше, чем биткоин. Но я как бы не отношу этот сценарий к убийству биткоина. Мы как-то подумали, что это ближе к эволюции биткоина. То есть, например, был айфон 3, стал айфон X. Или был просто компьютер, появился сверхмощный компьютер. Это как будто бы человек прожил долгую и счастливую жизнь и умер с девками в бане пьяной в 120 лет, уступив место более молодым и прогрессивным, наверное, людям. В принципе, для биткоина, конечно, будет вполне характерным, что рано или поздно появится что-то его заменяющее. Но это не будет резко, это не будет обвал в один день. Крах. Да, это будет эволюция. Спасибо за эти сценарии, они реалистичны. Илья, может ты скажешь? Говори. Друзья, мы ждем от вас новых захватывающих сценариев. Конкурс продолжается, так как биткоин до сих пор еще жив.